hello как говорится это ты хлопаешь футболу так футболу а так медийному футболу а кого сегодня топим вообще мотю разбираем это тот который красный гадочки получает вот так вот да 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 именно в общем формат разборов возвращаем и сегодня берем и медийного чувака достаточно и в целом игрового который пример легий пылит но это очень интересно вообще как бы сказать experience наблюдали прикольно за модель вот во первых он молодой во вторых он перспективный это правда в третьих он еще и медийный достаточно вот поэтому сегодня разберем его действия а точнее его один тайм в матчах с крыльев советами где он провел первый 45 минут посмотрим ты вообще следишь за его действиями ну кроме красных карточек которые в целом да я посматриваю либо прямо какие-то матчи целиком да если он выходит либо как минимум мониторю какие-то нарезку и смотрю на хускоре кто там хускоре какие там баллы ставят ну там вот сейчас будет матч кубковый там они оценки не выставляют то есть там примерно можно понимать по баллам как как футболист оценивается европейскими дискаут аналитики и оценки какие-то действия примерно смотрю и в целом бы наверно хотел сказать что наверно матвея он такой близок да наверно к футболисту модели его европейского такого до суши современного вообще да но и как будто бы есть проблемы возможно просто судя по игре что не везде уверенные действия как будто с менталкой немножко тяжеловато вот именно сейчас с этим моментом в том числе будем разбираться ну что давай посмотрим первые действия ребятушки как вы могли заметить у моего канала появился надежный партнер легальная букмекерская компания леон это надежная букмекерская компания с которой мы будем двигаться вместе в это нелегкое время двадцать втором году сайт компании леон был признан лучшим по версии рейтинга букмекеров а приложение можно скачать как на android так и на иос если вы хотите чтобы на канале выходило больше интересного контента познавательного и развлекательного то спускаемся в закрепленный комментарий вводим промокод маврин большими буквами получаем бонус до 25000 трибетами на депозит поддержи меня и испытать эмоции от игры разыгрывают центра поля и смотрим на мочу что он делает то есть идет вынос и пошел он уже тут проигрывает вот видишь в чем момент я его тестировал мать он прыгает вот на под 90 сантиметров но здесь смотри как он проигрывает то есть не вовремя выпрыгивает на позиционно прыгал причем изначально как будто выиграл да да но грамотно защитник поставил плечо да и хорошо на последний момент то есть именно в нужный момент он раз и вырывает ну собственно вот те здрасте пошла рубилова следующий момент смотри мать я играет с игроком вот он раз длина он не сыграл он не сыграл да но смотри в любом случае мать я как бы ну такое ощущение что маленькая позиция потому что оставил его перед собой да 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 то есть раз вот он удержит и получается тут как бы на мяче получается 1 ну либо нет ну либо он так почувствовал что мяч выше идет тоже может быть да несомненно такой но и соу соу да на тоненького тут то есть в этих моментах просто надо выпрыгивать с игроком ну то есть неважно там с мячом он нет ты просто прыгаешь не давая ему возможности как-то сделать свои то есть главная цель здесь естественно помешать сыграть своему оппоненту здесь как будто помеха была минимальная да вот именно то есть он здесь сыграл больше как атакующий игрок у которого зону да не пошел мяч и он такой ну окей я как бы да могу выключиться и воды из туда его и опять смотри сейчас он как будто выиграл может быть не в ту зону до выиграть выиграл но смотри еще раз момент в чем как он прыгает по сути никак но по сути вот он проиграл именно точку с которой нужно выпрыгивать то есть игроки которые хорошо борются они делают шаг потом выпрыгивают а тут он как будто подстроился мяч хорошо но потом шага не было чтобы для выпрыгивания динамики нет и вот мы говорим о том что здесь смотри вот он здесь он мы с мотей в том числе если вы не видели разбор тестирование с мотей посмотрите пожалуйста будут будет подсказочка мотя говорил ему мотя говорю с двух ног прыгать надо он горит у меня с одной ноги выше и он с одной ноги в тестировании прыгал давай посмотрим момент смотри еще разок как здесь с одной ноги прыгнуть смотри ну то есть до момент когда тебе надо с двух мощный он тут тут очевидно да у него это на тренировать не да абсолютно прямо целенаправленно потому что он игрок именно вот таких эпизодов у него за игру достаточно много бывает в его позиции да вот плюс он очень высокий плюс он прыгает достаточно высоко действительно но не умение выбрать правильную зону правильную позицию вот понятно что он молодой еще но как бы кто бы ждать его уже но это тупо дело наработки абсолютно просто я не знаю как в устроенном тренировке но в целом согласись что в обычном тренировочном процессе такие единоборства они ну то есть ничего абсолютно ничего не да вот поэтому не знаю прямо надо отдельно целенаправленно этот элемент тренировать абсолютно как роналду допустим вспомни когда в манчестере головой вообще не ел а потом до реала когда доехал он столько наверху начал головой бить но причем это тренируется довольно быстрый элемент потому что у меня был опыт такой я когда как на 1 поиграл у меня конечно не такие данные чтобы так выпрыгивать и бороться но тем не менее самый тренер целенаправленно на протяжении этого месяца тренировал после каждой тренировки именно вот в борьбе выпрыгивать и бороться и потом ты обратишь эту уверенность то есть ты не боишься отталкиваться выпрыгивать и у тебя вот это пропадает чувство страха что-то могут оттолкнуть и ты упадешь ну ты как бы но понять и мир воды самое не страшно и вот реально эта штука рабочая как сейчас помнить 4 недели тренировок я прям прибавил очень сильно на голову вот именно в борьбе ставить ручки там толкаться выпрыгивать именно поэтому я точно знаю что этот элемент тренируется он это как бы не прям природные данные это тупо но я тестировал моти он прыгает просто без борьбы да но я говорю что у него есть фундамент но это не тот фундамент что у нас с тобой ну его рост под 190 и прыгает он еще на 90 кто если как бы сомневается может быть сейчас нашей теории можно посмотреть и игры нападающих такого даже не там столбов а просто которые хорошо цепляются они все с шага выпрыгивают очень очень сильно даже когда спиной разбегаются делаю шаг смело прыгают то есть подставляются под фолы это как бы нормально абсолютно короче этот аспект надо прокачивать поехали следующий эпизод здесь много ты дышит их дышит их дышит их дышит было но это как бы начало матча да 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 типа немножко вот здесь опросе смотри здесь пошла дига опять здесь вырывают вот да вот я к чему тебе говорю почему я зацепился именно первое изначально за вот он дам у тебя сразу не ловил элемент смотри в чем момент идет бадыщ 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 сейчас эти остановлю где надо обратить внимание вот здесь смотри вот раз и смотри мотив полу позиции между игроками и дальше смотри пошла дига вверх смотри чтобы сделал я и чтобы сделал ты на этом вот что ты бы сделал вот когда вот в этой позиции смотри ты не успеваешь учитывая что тоже позицию точно не выигрыш нужно постараться за подбор забрать правильно да абсолютно верно смотри что делает моти же а потом я не знаю почему так работает это когда особенно свойственно молодым игрокам вот у тебя типа да я побегу то есть когда вот надо понять и моти в том числе надо понять что гиперактивность и гипер желание она играет обратную роль но особенно наверно в длине атаки сто процентов лишняя энергия вот кстати я тебе хочу сказать что тут видно насколько неудобно сейчас будет играть защитнику абсолютно что он очевидно кикс будет да не он то есть далеко не вынесет просто нужно постараться сыграть на интуиции да и примерно ну очевидно скорее всего опытный игрок соперника не будет в центр выносить то есть уже понимаешь ты делаешь чуть вправо и там у тебя шанс за подбор побороться в высокие и смотри что происходит смотри раз и вот это холостая борьба да и в итоге ты даешь хороший шанс а так вот развернуть так ты отыгран становишься раз это вот я называю это так обозначил борьбу вот мне интересно а вот на разборе может быть не главный тренер а то есть другие тренера они на это обращают внимание именно в случае в таком вот я думаю что нет ну вот смотри как это работает обычно ты разбираешь эпизоды команды мы с тобой сейчас зациклены на конкретном человеке да и когда мы копнем под любого человека можно найти какие-то нюансы над которыми стоит поработать и прокачать так было со всеми практически у каждого есть либо свои сильные качества либо немножко вот те моменты над которыми стоит поработать вот мать и еще молодой то есть у него еще есть возможность прогрессировать да тут мы видим что гипер желание идет во вред абсолютно как я тебе забегая дальше я просто же нарезку сервина раз я делал это гипер желание еще несколько раз так сыграем давай смотреть то есть да мы двигаемся дальше следующий эпизод динамично посмотрим его а потом 1 опять получается у нас сейчас всего лишь пятая минута а мотя уже имел возможность сыграть полезно ну раза три-четыре абсолютно он активен да у на тело есть моментов с его участием достаточно много во первых знаешь что на что я обратил внимание мне интересно просто он очень знаешь как газ вот когда нету мяча он начинает страдать до начинает искать опускаться и вот здесь мне интересно установка тренера ну то есть что тренировали влияет да и либо он говорит что да действительно опускайся там кто-то один ниже если бы ты делаешь там супер объем да да особенно допустим вот у китай делаешь объем делаем замену либо что ты должен забить ждешь момента это вот разные до сайта кнопки да вот эти интересные моменты мы не можем него в этом опять же обвинить наверно потому что мы не знаем задачи да да но вот как будто вот вот наш вот это внутреннее мое ощущение она говорит о том что ему хочется себя проявить и это хорошо с одной стороны но с другой стороны мы возвращаемся к тому что у него будет несколько моментов доигровок где сил из-за того что он объем сделал большой уже не будет столько ну сил и концентрации вот здесь мы ты еще раз эпизод идет и и вот в этой позиции он первый на мяче что делал бы я и что сделал бы ты но ситуация ну что он просто сложно нет наверно просто я тут надо брать мяч под контроль ставить корпус до тогда в лучшем в лучшем случае ты его сохраняешь обычно бы здесь процент на 80 будет фолда потому что защитнику не выгодно тебя они сопровождать он тебя чуть-чуть маленько покусает абсолютно и здесь важно понять и всем кто смотрит если есть возможность сыграть выйти в зону в более безопасную ну в бровку естественно не в середину потому что с центра поля ну максимальная опасность то надо в нее идти помните об этом особенно нападающий но еще бы наверное я учитывал что первые минуты нужно маленько почувствовать и сделать пару действий удачных описали это важно особенно для игрока который с мячом не будет априори много играть тебе важно одно дал простой точный пас и ты уже друг ну все пошло это как бы но ментально важно его данном случае конечно мяч прихвати выставить заработай фолл и ты уже как будто плюс команде сделал да и себе что самое главное представь ситуация моти сейчас удалился предыдущей игре со спартаком да и сейчас он выходит в составе в основе кстати удалился опять же из-за супер гипер желания потому что она именно тогда за доработать показать что я заряжен готов вот здесь надо перестроиться не надо бояться а не быть ярким и активным всегда то есть ты должен быть вообще российский чемпионат это чемпионат эпизодов если ты умеешь решать эпизоды ты можешь быть ну стоять вообще или там какие-то надо супер темпу но решение эпизодов у тебя должно вот как вот семечки ты щелкаешь это важный момент вот и здесь конечно я бы на месте моки но просто во первых он быстрый да у него хорошие данные в том плане чтобы мяч контроль длинные ноги не шла добраться к нему очень сложно да а здесь получается что он пытался в заведомо да как бы скинуть хотел в центр ну там же закрытая тоже но можно было исполнить но трудный элемент большой риск вот раз и а смотри здесь никого нет видишь вот в этой зоне если бы он этого сдернул бы игрока бы на себе протащил в бровке бы да да вот раз этот видишь читать уже пошел в крайнем случае но мне шачок датки подоказываешь на внутреннюю что уходишь сам через вне шаг через середину прыгаешь сразу то есть обостряющих действий от моки ждут обострение не под ну я так понимаю насколько я так но мы не знаем установку да я не говорил но эпизод сыгран неудачно если до этого были спорные соу-соу то здесь прямо четко сыграл плохо и здесь пошел опять смотри вам в объеме еще раз в момент я сейчас круто нового раз и пошел объем смотри пошел раз на 3 силы тратит это этот же эпизод еще идет смотри идет веер вот здесь вот тоже мне момент смотри идет и вот здесь у меня вопрос не к мути а ну странно почему мой тебе бежит тогда 40 метров к примеру а вот этот вот игрок который один у него нет игроков эти по игрокам этот свободный этот с игроком ну как бы и но при этом мути бежит смотри ну да садится по сути в центральную линию вот и я я почему хотим опять акценты делаю какая установка здесь мы не можем 1 моки плюс что он доработал перекрыл во все они сейчас как будут по этой основке да вот схема в 532 532 но это в этой схеме ну вот при этой установке ну в целом как бы ноги ну давай полистаем дальше такое непонятное объем и в итоге второй нападающий выдернулся их просто развернули ну а эти стоят вода вот крайне вот раз вот он мощно пошел но уже этих там двух отработали в этом эпизоде но короче да немножко несостыковочки какие-то следующий момент вот сейчас смотри они накроют опять хорошо вот вот он видишь вот вот все вот они пошли сейчас выжил здорово мне а вот этот слив ну а вот здесь вот вырывай с мясом ну вот тут можно было данным просто вдоль категори синий да именно да вот как ты вдоха можно было есть не ногами а боком уже получается как бы линию перекрывает вот это никто не это не минусы не плюс он просто не суперочередный момент но можно было выжить можно было выжать то есть он здесь ну такой подэкономил немножко да чуть-чуть есть такое ну то есть да там если покатился он бы я думаю заблокировал и вот раз опять их растащили так следующий эпизод давай посмотрим пошли бы камеру да не не видно но опять же непонятно он показывал что все все отбегает или это пасно куда поскорее передачу дал он плохо но тем не менее вот что делать здесь ты видишь что ты уже не достаешь этот мяч ну сто процентов ну то есть смысла нету дергаться ну то есть лишнее движение сделал да я вот вижу что уже видно что ты не достаешь и начал тянуться к интересе просто развернись и победе сразу в защитника он же что-то будет делать защитник этот то есть чтобы не тратить время вот она пошла жаришка и раз он плохо дал до сюда мог и опять же вот моте между линиями дача от между игроками вот если мы отмотаем этот кусок раз вот он да вроде как между игроками хорошо открылся по моему да открывался неплохо можно было поздавать прямо да именно вот он не исполнил открыт он сейчас хорошо но вот это вот действие которое ну раз развернись и он все равно же до дорабатывает но потерял по сути полсекунды где-то на этом действии да а эти полсекунды представь игрок принимает а ты уже у него на спине это же немножко уже по-другому же было бы это ник это мы просто разбираем нюансы и смотрим как она что она где на продолжаем эпизод здесь что-то я здесь долгая такая завязка вот опять мотин да смотри то есть я почему хотел именно полностью эпизод смотри здесь рылом по 2 ну и от пеняев там возят людей и он не страхует да вот смотри из которой и дает до этого вот выбрали мяч и опять и посадя и опять пошел вал туз такая немножко паника да да это по восьмая минута то есть тут технический брак имел вместо беда но здесь скорее неуверенность в своих силах здесь в этом эпизоде ну бери ну как бы там немного народу один в один за счет скорости ну мотя достаточно быстро все набежит жену я уверен что будь он начали на расслабоне играем например за нас или зато вот сейчас он бы этого чувака просто бы изуродовала чем именно это вот так я об этом же и говорю то есть здесь просто вот а насколько вот знаешь какая проблема всех вот этих вот а-ля профессиональных команд тверь красногорск эти кто еще у нас был звезда они когда начинают стараться но получается очень плохо ну раскрепощенность нету конечно вот здесь важно и тренеру дать возможность понять особенно молодому и перспективному да игроку если они сейчас грубо говоря мочу раскроют это потенциально игрок там сборный потенциальный игрок которого можно продать и сделать на этом денег ну и плюс сделать и себе хорошо и себе хорошо конечно вот но здесь видно уже несколько эпизодов да абсолютно видно ну и опять же да ты там не взял на себя но вот эта скидка но она тупо брак технический то есть ну я уверен что он из десяти десять таки отдает абсолютно да но здесь он отдавал ближнему игроку в итоге мяч срезается и улетает на дальнего ну и в целом ну довольно прям супер рискованные действия то есть ну как бы представляешь вот почти был перехват вот сюда вот тогда это очень опасно поэтому здесь хочется именно с точки зрения морального какой-то ответственности брать на себя ошибаться это не страшно но страшно не делать вот какие-то банальные такие простые действия да но это вот это страшно для меня если бы моти сейчас взял бы пошел бы там обыгрывать этот один в один ну и ничего бы не то есть здесь все за линии мяча ну как бы ну потерял мяч окей ты пытался вы навести его но когда вот именно с точки зрения передачи представь восьмая минута достаточно как бы да действий много уже для нападающего но эти все действия а с точки зрения тренерского видения но они наверное вызывают вопросы ну да то есть ты понимаешь что как-то занятие цепляться надо и чаще всего ну по крайней мере как часто это происходит ну так типа цепляйся за мяч что я что делать типа подскажи конкретно да человеку вот здесь я бы мой типа сказал бы мой берешь под ну под дальнюю ножку классическая минька и выходишь в чистые зоны у тебя есть опять бровка она есть ты мог в этом эпизоде смотри ну как тут нет у тебя вот она да вот она зона да нет в любом случае можно принять чуть даже пускай тебя будет час накрывать там с двух сторон вот всегда всегда люди сзади успеют набрать расставиться конечно надо смело брать на себя эти эпизоды вот так получается да бэк обрез и ты уже опять тратишь силы на то чтобы обозначить надо отбирать мяч и уже как бы тоже такой себе а а вот здесь смотри момент до проспал до то есть да вот идет борьба и понятно что он мог скинуть в эту зону до более как бы направлено жену даже в ту зону как будто бы не поймал темп то есть он с места начинал движение смотри да допустим он сейчас сделал рывок в штрафную прямо да но но как бы ты уже бы мог опоздать потому что ты проспал момент набора скорости абсолютно то есть классика как это работает один когда борется ты идешь в усы сразу типа забегаешь под него и сужаешь ну как бы чтобы ну самый лучший вариант это если бы он скинул сейчас да вот в эту зону а ты уже на ходу вошел в нее вот а мотя получился сейчас полу позиции такой и достаточно пассивной полу позиции которую можно было ну блин выиграть но намного то есть у вас он стоит и вот только здесь за два шага он бы да накрывает этого игрока это не косяк какой-то это просто как бы наблюдение и моменты к тому чтобы доработать но мне кажется вот этот момент ради которого ты как знаешь вот играешь в какой-нибудь там не знаю теккен и там вот эту манну копишь для супер удара вот эти лишние рывки сзади они не нужны ты вот эту всю энергию концентрируешь чтобы рывок сделать именно здесь абсолютно то есть вот таких в холостую ну ты должен сделать очень много за мать да представь сколько вот забеганий ты должен сделать вот таких не получая мяч чтобы однажды да ты получил там где надо и у тебя были силы и концентрат и уверенность что сам вот эти да аспекты должны все вот это все должно сопротивляться просто я сейчас не представляю если бы если бы реально сейчас вот чувак этот поборолся и мяч бы улетел бы вот туда в штрафную а мотя бы был бы сейчас не готов ну да да вопросики бы да так как будто бы в его здесь вины нету по сути ну здесь контроль мяча и вот здесь вот смотри опять же вот 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 смотри мотя пошел опять ну по сути слишком слишком легко отдал мяч вот раз вот и ну не самый приятный удобный пас неудобный более там был который в реале поиграл опытный ну тем не менее все равно продавить можно было вот здесь да тем более как выглядит гранадером да да он гораздо больше моти но опять же раз он что делает защитник грамотный он не играет в мяч он сначала немножко тебя подталкивает вот да все дальше уже как бы ты начинаешь бороться не думать не о том как бы тебе с мячом сыграть о том как бы тебе удержаться как бы тебе побежать вот это грамотный ход с точки зрения защитника опытного офигенный ход но мотик должен готов быть к этим эпизодом и ставить корпус и ставить вот эти вот единоборства но это одно из самых важных наверное с точки зрения нападающего но объективы ты борешься и тут не ван дэк против тебя которого ты не столкнешь и не отбежишь вот это я верю что такого игрока условно говоря нужно продавить вот это вот единоборство проигранное и скорее всего она и по инстату будет проиграна да и ну и по факту он тоже скажем так к сожалению вот эти вот моменты моки надо добивать именно но с одной стороны он еще как бы юный но с другой стороны миско у него есть уже поэтому как бы вот здесь опять же но это нарабатывается в том числе и индивидуально потому что ну вряд ли в тренировках вот это вот тут мне кажется точно и если у них нет упора на тренировках а по всей видимости нету тут надо прям реально чуть ли не индивидуально вот над этими аспектами где-то баланс а где-то борьба когда тебя толкают ты пытаешься устоять и какие-то эпизоды там прыжковые решить ударные решить эпизоды вот этот надо пока мы имеем сколько времени сейчас следующий эпизод то есть по сути сколько ну 12 минут до по большому счету ничего полезного даже сейчас он не сделал ну потому что вот сейчас тоже вот опять же вот ты до сих пор еще не почувствовал свою игру сделай лишнее касание вот даже час до касание пас напрашивался ну реально на раз куда нет ну вот я вот даже сейчас я уже опытный человек понимаю что у меня не пошло вот игрок даже его не встречает он бежит уже обороняться а копыры там у себя ну блять ну сделает лишних пару касаний просто вот для себя для уверенности до 2 касания просим походу конечно так и опять же мы говорим о том что если есть зона для поднятия игры либо обострение сделайте ее не надо ссать это касается всем абсолютно но тут тем более учитывая что защитник начинает 5 пятится все имеешь преимущество принимая мяч набирая скорость можно его очень уродовать хоть как а еще можно рисовать пасек дальше вот сюда то есть мы говорим о том что опять же насколько все-таки психологически сейчас да но тяжело и я как бы понимаю да и и я принимаю я прекрасно понимаю но я прекрасно и осознаю тот факт что если сейчас эти моменты не проработать с точки зрения психологически мы понимаем что здесь но проблема мать и явно не с техникой ну да ну то есть эти как косяки которые проходят это не из-за того что вот он деревяга такой типа как он вообще там оказался нет мы потому что играли с ним я знаю как он двигается как он прыгает как он бьет это атлет это реально просто машины но вот с точки зрения психологии когда ты не уверен когда ты зажат самые простые моменты они вот заканчиваются вот такими вот фейлами бэк и смотри это еще и привоз ну конечно тренер вот смотри прошло 10 минут там 11 и ты уже проигрываешь к тому времени причем еще и да там еще забили проигрывая и получается и нападающий вообще не эффективно то есть ты либо сейчас уже думаешь либо перестраивать схему брать либо нужно менять уже как раз таки нападающего а как бы время да вроде вроде и и не было прям моментов себя проявить так грубо говоря брать общую картину но по факту все единоборства которые были процентов выиграть имелось хорошо в сумме то да да принести пользу команде меня абсолютно причем опять же все упирается в этот крик этот в этот камушек который называется психология это момент это закончился здесь вот вот она вот она да вот 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 за что зацепиться можно вот да раз и опять же вот раз головой вот раз на опережение ну тоже довольно довольно кстати рискованно знаешь маленько рандомно отдавал как будто бы мог и принять здесь нет ну вообще я бы конечно то есть вот ты смотри потому что 3 как будто вас на гораздо перспективнее отдавать передачу вниз чистые собрать вообще идеальную картину мира нет такого у тебя на ты 10 минут проходят ты не можешь никак поймать позитивное действие ну вот раз два три ты не можешь и при этом ты играешь внешний такой сложный да ну прошло как бы вопросов нет конечно это плюс но мы говорим о том что анализировать ситуацию вот уже несколько эпизодов нужно чуть раньше когда шел пас и меня было ощущение что здесь нужно играть грамотно ты правша ставишь и загребаешь себе в центр учитывая что здесь есть зона а вот если ты конечно вообще там видеть поле тут там вообще дыра то есть можно даже в касание было скидывать вот сюда вот на на 8 абсолютно верно а тут получается ну такой ну пас рандомный то есть тут свобода там борьбу получается даешь да то есть мы говорим о том что чуть быстрее еще анализировать ситуацию то есть про сканировать надо было поле чуть раньше то есть и такой раз а вдруг да а ты уже знаешь что у тебя вот здесь стоит вот здесь стоит вот здесь твой и опять же я был все-таки в этой ситуации в идеальной я сыграл бы ни в одно касание я бы постарался бы опять же и упринять корпус ну втыкается в тебе игрок ну просто ты с такими данными ну блин я бы пользовался и да я бы пользовался абсолютно здесь я с тобой точно согласен так давай погнали дальше но здесь потом пошло ты дык ты дык опять тем более нет плюсик поставим здесь здесь это плюс он в любом случае сыграл позитивно но как бы мы говорим о том что если бы дака бы мы то есть ищем еще альтернативные варианты и накидываем сразу в том числе и для вас когда вы на этой позиции вдруг играете сейчас смотрите этот ролик то есть вот это все все в копилочку должно скажем так лечь поехали дальше следующий эпизод вот опять борьба головой да сейчас досмотрим его вот и вот здесь опять же есть два момента первый момент это у меня к моке вопрос по прыжку опять то есть двух ног блин проигрывается он выиграл он выиграл почти не выпрыгнул до позицию выиграл до вот то есть ну кому блин это получается как раз таки сыграл больше по моему защитник вообще нет ни такого ощущения и если может быть моти и мяч и коснулся но посмотри как будто бы играет защитник и мяч отлетает сюда в зону нет такого ну то не суть даже если моти выиграл ну блин меня к вопрос к прыжку опять же здесь вот эти моменты надо щелкать как орехи просто то есть чтобы мяч шел с запасом по дуге так даже вперед да да и окей ладно здесь поборолся молодец но вот здесь они пошли вдвоем часто бывает надеялись что кто-то сильнее на друга но здесь конечно в этих эпизодах надо закрывать середину ну да ну то есть ты фалишь просто а так и получается еще знаете какой момент то есть вот визуально как ты вот с точки зрения тренерского смотри ты видишь вот этот момент что у тебя в голове сейчас вот когда он смотрел час минус 4 века то есть здесь очень грубая ошибка в том плане то что обрезается сразу четверо тут хотя бы нужно мелкий пол делать да вот тут желтый не будет точно втыкаешься в него да и просто посмотри насколько плюс тому как будто слили эпизод вот прям слили смотри то есть причем оба до подслили его с точки зрения именно энергетически ты можешь как бы данную бежать на 3 чего хотя бы они такие раз отключились и просто доехали на нейтралки да есть такое над момент как в общем обратите на это внимание так вот этот хороший эпизод да вообще отличный да но смотри сейчас сейчас мы еще разочек его так смотрим а прямо начало нет нет там проблема в том что короче показывали повтор и вот прям вот с этого куска откуда-то вот то есть ему дали в зону нотя поднял голову посмотри хорошо до приема вилда уже прогонировал что он пойдет пас вообще отличный хороший но зон обрабатывай гибко смотри нас вот насколько по десятибалльной шкале сейчас мойте выработал эту зону смотри вот как он вообще а все почему потому что к 17 минуте он уже поднаелся на этом объеме где-то возможно даже и под задохнулся да да ну это ты знаешь ну да как начало даты типа под задохнулся потом второе дыхание я уверен что если бы и это были первые минуты он бы отдал и уже успел бы на замыкание прибежать на 11 метров ну смотри на сколько вот раз и он все даже посмотри когда он пас отдает вещи пас типа в динамике ты отдаешь и этим шагом пошел он отдал остановился и начал набирать и и не очень активно хотя вот здесь перспективная зона это было и можно было и просить и плюс и плюс посмотри второй темп как можно было раз обработать да ну вот здесь вот не хватило короче активности именно вот вот я бы ну чисто знаешь посоветовал бы моки акцентировать внимание именно на доигровки вот этих эпизодов они гораздо перспективнее они тебе дадут возможность косячить если ты научишься вот в этих зонах решать ты можешь косячить как месси грубо говоря каждый второй эпизод косячить в обороне да вот ну или где-то там в дриблинге пойти то есть у тебя будет кардбланш на косяки но зато ты нарисовал эпизод раз нарисовал эпизод это важно ну опять же да потенциально отличный эпизод оказался просто таким неплохим потому что продолжение у него было даже так поехали дальше следующий эпизод как ты думаешь почему я здесь именно моки а вот здесь почему я этот эпизод взял ну как бы я не понял слушай но разрыв нападающих да это прям пиздец я я тоже как бы но это понятно дело тут не поняли нападающие с защитником то он поставил не задачу но я вот это тоже не понял ну почему такое расстояние то есть бороться за подбор а если бы допустим ушла скидка там в зону бегать да я и поэтому мне как бы к моте здесь вопрос как бы как такое получилось как будто ты немножко решил подкурить да ну то есть да я я не понял я почему эти по сохранил может быть это какой-то был эпизод что ну хотя нет 3 мечты вообще из губи из данных я почему его этот я имею ввиду что это не как-то быстро контролей не менее это позиционка ну типа да раз и там понятно что в эту зону просили в целом довольно опасно самом деле глупый по если человек если каком хорошо бы по сканировал зону он бы понимал что посмотри игрок и вокруг него поставив шестеро да да ну там смысла нет посмотри вообще не перспективным вообще если бы он идеально исполнил его в эту зону то это было бы круто то есть он мягенькую да 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 и ты типа принимаешь и получается между линиями то линии это офигенно типа маленько было но как исполнил через жопу но я больше за мы замоке еще надо меня просто непонятная ситуация почему вот типа разрыв вот такой большой круг ну то есть ты должен грубо говоря в любую секунду игры иметь понимание почему тогда здесь оказался непонятно вот что я сделала здесь был бы он ниже допустим здесь дал где-то на позиции десятки было было понятно допустим да вот тут вообще нет ну вот и я просто трансляции тоже не увидел поэтому сохранил чтобы посмотреть так здесь пеняев там возит людей так смотрим дальше опять видишь много верховой борьбы да а вот это вот опять же возвращаясь к тестированию вот чтобы понимал вот это мой один хлеб вот этого прям очень хорошо да вот смотри вот он где выпрыгнул смотри в динамике смотрел вот сейчас он прыгает с одной ноги с левой причем хорошо эпизод мне показалось что вот сейчас он проигрывает не вот может быть в этом есть фишка что когда он уверен что у него позиция выигрышная он такой ноги я не буду прыгать поборюсь так а вот тут он как будто бы очевидным дают чувак уже позицию занял как будто бы играет мяч и он понимая что он не успеет добежать делает прыжок да реально он делает да да и просто топовый эпизод офигенный пускай он ничему не привел нет нам вот да вот это показатель как раз таки вот то что нападающий напрягает нападающий и вот если как бы будет понимание что ты так хотя бы каждый второй будешь выигрывать за него будет нестись только так да только-только как за хлебом потому что это прям реально имба когда ты понимаешь что нападающий у тебя выигрывает а тут чувак посмотри он даже не ждал он думал ну ладно понятно что там бежать на легком дамскому то да 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 вот и мы возвращаемся мокер динамике хорош кружки дуров статики когда метр шаг надо сделать надо еще по 3 ну вот таких эпизодов но либо надо подгадывать так что у тебя статика она была не прям совсем стоячий рот чтобы ты занял позицию чтобы можно было сделать шаг и оттолкнуться мне кажется так все но играют большинство нападающих которые именно заточены на борьбу головой первую очередь это вот этот топовый эпизод его тоже сохранил экстрем это катился но это тоже с этим нормальный вариант типа обозначить воды вот вроде раз ну не нечаянно конечно но вот этот напряженный раз уснул даже это точечно куснул окей поехали дальше он сады вот 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 что хочется от мути то есть смотри вот где он напрягает защитников там понятно опять вот для такой борьбы и нужно экономить силу это вот 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 здесь типа то есть когда ты он принимает защитник они же высасываются ты без мяча играю без мяча легче играть ты перемещаешься перемещаешься вот здесь он воросаны напрёк как раз и все ну и вырудил как бы выбить мяч это прям очень хорошо вот здесь прям развалился я вывозит чувак прям вообще нормально вот смотри опять час в этой эпизод ну тут я даже не понимаю чем обосновать вообще настолько желание играть в касание всегда посмотри меня во первых меня смущает момент отсутствие работы ног смотри на мой сейчас да то есть мне кажется работал устал уже не такой сюда есть есть я почему и говорю что непонятно мне интересно что тренер говорил на установку если тебе нужен объем от этого игрока от этого нападающего это одно если моти сам проявил инициативу как говорится но это инициатива сейчас мы видим что она как бы ну как бы не всегда играет хороший проход уже по здесь здесь девятый номер тогда так здорово развернулся вообще топово да вот посмотри вот опять же не стала как касание не типа но уверенно сколько он уверенно открывается принимает мяч 1 касание 2 касание развернулся и еще как отдал вот здесь вот на этом эпизоде раз ты между игроками открылся шикарно но как бы не открылся он стоял между ними но вот эта готовность я бы пытался принять учитывая что здесь игроки будут бояться активно идти в отбор и у тебя есть шанс вытянул удар на позицию довольно неплохой плюс под тобой двое но даже хорошо одно касание ну просканируй что у тебя есть эти люди тут мне кажется прям надо рисковать надо ставить корпус втыкаться и мяч себе убирать идеальный вариант конечно брать на себя на себя вот эти эпизоды брать на себя надо вот опять под накрыли и смотри сейчас будет опять подача смотри я замоке только смотрим я смотрю да ну насколько пассивно не но сейчас я точно верю что он что он устал даже когда вот это длинный идет штрафную он не вообще даже не угадывает варианты куда может поднимать он даже не делает движение посмотри сейчас мяч еще вернется да тут ладно в принципе можно может быть он понимаешь не будет плачь фанга но здесь твои ее длинные вот врывайся сюда а если допустим скидка будет было бы сейчас смотри я бы вообще бы смотри вот пошла сюда атака и вот здесь ты уже здесь не до дача надо перед делаешь пару шагов вот сюда по диагонали просто мяч конечно когда уже не отдают идет длинный ты врываешься на 11 метров до ты в этой зоне уже стоишь ну то есть смотри она и идет сады как раз он туда и этот тебе сюда скинет ну если ты здесь один да да ну так для этого надо было метр сделать же но если да ладно он не пошел в недодачу но вот сейчас вот вот часто иди либо вот сюда в свободный золото под скидку то это потенциально нет вообще да ну мы видим вот я говорю все под задохнулся под устал ну потому что объем большой 24 минуты тут логично что ты тебе нужно паузы передохнуть чтобы потом дальше носиться тут как будто бы у них без паузы идет играть и может и проигрываешь нужно отыгрываться давление идет и естественно тебя языком на плече тупо дыхание сбивается и ты уже немножко ножки нет не свежий уже молочная кислота пошла и такой уже оп-оп и уже себе даешь слабину а это делать нельзя если ты под нападающий особенно вот сейчас мы ты опять вот этот эпизод но там попало да мы опять смотрим за мать и вот он мать идет смотри раз идет 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 вот вот то есть да вот это хлеб туда тут неплохо вот то есть подобедал до чуть-чуть вратарь хорошо сыграл знаешь на тонкого прям там могло быть и пенальти они смотрели но вратать сначала успел сыграть потом мульти врезался но вот этого от хорошего да да то есть раз ты вот это чувство голевое должно быть понимаешься интуиция твои прокачано здесь ну вопросов и поехали дальше вот смотри вот 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 да о чем слушай даже не даже несмотря на эту подачу не самую удачную ты посмотри насколько визуально кажется легко за счет широкого шага да конечно да это там защитнику нереально успеть либо фалить либо просто как он делал сопровождаешь смотри еще разок сейчас смотри по эпизодам и вот он вот он уже дергается и почему стрик как игрок хорошо да его прочувствовал движение и паса какой хороший да смотри раз и вот он мотин смотри где эти все эпизоды то там легче было в пять раз гораздо тут уже смотри идет второй чувак да вот тут реально очень высокий скилл и смотри опять же он мог сделать свою классику в касание сюда и типа я пока бы разведусь мы погнали по новой да да или или здесь проявляешь креатив и просто оставляешь в дураках двоих человек по сути и говорю блин вот смотри раз все пролез и еще почему можно было не спешить а еще обострять да конечно я имею ввиду обострять либо дриблингом либо вот на ближнем искать искать чувака ну вот мы говорим есть же может же человек ну то есть видно за счет чего он может играть вот вот эти эпизоды вот включился закрыл корпусом все под дальней ногой ну вот это помнишь вот все эпизоды до этого один в один также можно было решить за счет корпуса и длины ног да но опять же мы говорим о том что нужны целевые подсказы в игре типа беги быстрее прыгай выше вот это касание ну то есть надо человеку вот вот там было подсказать что блин возьми зацепить разопрись под под ногой подцепи ну ты можешь вот какой но должен быть подсказка не очень интересно посмотреть эпизод когда он обыграл получается и вот тут вот как хорошо сбегают да вот аккуратно но опять же мы говорим о том что он первый эпизод сыграл офигенный такой вы были все классно и знаешь вот этот вот вот это первый эпизод дел там кайфану насколько позиционно команды сразу развалилась выйдет вы дерутся центральный зайчик и все так как дыра на этом месте просто исполняет мягкую такую да даже даже можно было не подсказку даже не за проходила вот сюда вот на угол да 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 аккуратненько и все вот тут чуть закипел от того что получилось но все равно это показывает этот эпизод показывает то что есть ну нет есть из-за чего можно типа играть конечно конечно то есть и и против пользы команде опять эпизод вот он стоял не вижу он сыграл молодец но опять же непонятно либо они по зонам играют либо по игрокам же посмотрим на остальных как будто по игрокам подожди раз два три вот этот чувак вот эти два вот они даже типа с этим играть они тоже теряют и в итоге что мы имеем нет у них хаотично как будто как будто позвонам больше похоже тогда ok зону он отработал без вопросов но опять же непонятно да да если по игроку тогда тот отскочил вот но все но мой если повернут там еще один человек не смотрел на своего просто убежал сыграл в итоге полезно не вот и опять же была возможность развернуть до была возможность принять в пол оборота мяч он не головой не просканировал до зону пространства до озона то очень большая ну я я считаю для премьер-лиги это пиздец километровая ну я понимаю что как бы в англии таких зон не бывает условно говоря но тут два метра никого рядом нет можно было условно говоря принимать конечно же и в ровку и в центр чуть-чуть и пытаться обострять но в целом и так хороший вот он сохранил отдал и пошла игра это очень хорошо техничный чувачок капитан возюкает народ в общем тот эпизод мой сыграл хорошо но мог еще сыграть просто это немножко опыта дальше поехали опять на сколько дик даю то есть мы говорим о том что не выиграл но сейчас активно навязал как будто да сейчас хорошо смотри выпалил опять в динамике смотри все то есть и подбор забрали ну то есть хотя вот в комнате кстати было бы проигрышная но по полезности очень то есть напрёк на что человек потерял мяч инстант не посчитает это но визуально мы понимаем что скорее это то что ты проиграл борьбу окей но ты ее навязал и мы забрали подбора это хорошо вот то есть хороший прыжок хорошая не на моста вот смотри сколько опять длинных передач средний хорошим а вот здесь смотри ну и катился еще сушенными к смоле раздал маленько проспал да вот либо он ждал от этого нет не ждал не ждал здесь он раз в линию выдерживает и вот сейчас бежать только он принял и бежать омойте стоит ну и он даже реально под прям напрашивал первым очевидно что он не не может а вот вторым на грудь и ты уже ускоряешься передача пошла мать еще стоит пас кстати был не плохой а здесь опять же вот это вот не надо делать вот почему он отпускает этот эпизод ничего страшнее нету ты уже проиграл да вот это лишний подкат лишние силы и лишнее возможно желтая карточка могла быть вполне ну и травмы не надо этого делать лучше опять же вот этот эпизод я вот это повтор показывали потом рассмотреть какой его потенциально близки да опять же то ли нападающие не в ту зону открываются вот я знаешь не могу понять вот как можно так попасть смотри идеально между всеми там еще ворта не только промечил пошел как-то волна и непонятно кому эта передача моти ну то есть она смотри мочи правая зона этот левая зона и тут как будто по центру ни туда ни сюда вот как бы открытие к наверное хорошее было но непонятно какую зону не полос но здесь он этот типа доработал и а сайт понятно делали ничего страшного до конец нет так давай еще там несколько эпизодов у нас так набирает хорошо очень хорошо и и и и и свалил до обидно обидно опять же хорошо выиграл позицию вот смотри вот поймаю тайминг набрал пошел и мы говорим опять что вот тут миска хватило слушай ну не скажешь что них не хватило скорость не хватило краска как будто бы после борьбы его вот он смотри вот в этом эпизоде он не смог вытянуться потом раз и и смотри все он его сбил с темпа ну и все здесь в этих эпизодах что нужно сделать самое главное когда ты вышел вот на эту зону не сближаться потом с игроком ну то есть не идти в него если ты не успеваешь только спину поставить ну тут работы руками не было какой-никой хороший вот тут смотри туда была рукой отталкиваться ну то есть ты ты должен в него бы чтобы он свалил ты должен да ты должен плечом в него влетать сам а не ждать до плюсы если ты причем не успеваешь возможно причем не стал потому что он повратился к мячу но ты должна рукой вот отталкиваться не хотела вот имя вот это вот такого знаешь вот он смотри выигрывает на этом он выигрывает вообще легко и ты ставил локоть руку ты мог вообще касание себе убирать левый вообще в центр даже и там уже нестись а так получается вот эти два метра смотри за сколько секунд за то ли секунду он их проигрывает сразу защитник проигрывает да все проигрывая в скорости он просто грамотно сбил его с темпа все вот это вот как бы да мастерство защитника но в этом эпизоде вот смотри какого-нибудь там не знаю там лука кого-то да нет конечно даже месси бы да он был очень-очень кредо то есть он низко сидит в центре и он там бы кто толкнулся бы и побежал ножками своими но вот в этом эпизоде когда ты потерял темп вот сейчас вода вот в этом на крупном плане я бы на месте моти не лез бы сюда а лез бы в бровку ну что он немножко да 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 а так получается что он вроде как перспективно вообще такой эпизод был очень хороший но концовку опять смазал и у тренера может отложиться именно концовка ну то есть типа ты у тебя такой офигенный эпизод был но в конце ты его просрал ну типа да хорошо открылся но толку кпд 0 да да и вот здесь это опасный момент даже в теории заработанный куто аут или штрафной или просто ты мяч подсохранил и команда подтянула свои редуты это уже под конечно тем более там 36 7 минуты концовка практически доигровка но опять же задатки есть этих всех моментов так следующий эпизод смотрим здесь прям смотри просто рубанули в этом что там фолк скорее был у него не поставил дал вот смотри опять два момента есть во первых ну тут просто смотри как мотя сыграл не видно откуда он выбегал почему настолько плохое после открывания понимают тут есть тянется ну то есть это не либо неуверенность либо усталость такая знаешь когда ты типа может сделать просто два коротких шага а ты тянешься в этом эпизоде и смотри ты потянулся и отключился а эту зону же есть ну вот она есть по бровке типа вот смотри смотри никого нету но стал стал сто процентов конечно устал но опять самое главное помнить что нападающий это атака но это не оборона это не объем какой-то в целом да это вот решение вот этих эпизодов да если ты не будешь обострять и даже не забивать а даже цепляться для давай собирать ну блин трудновато конечно закрепиться тем более если ты фамилиги играю тем более то что ты молодой и шансов тебе дают не так много на самом деле и тебе типа надо проявить себя вот-вот у кого-то есть там допустим более опытных отдают разбежку какую-то ну типа там дать надо а ты как молодой типа психология такая мы тебе дали шанс ты его должны быстрее выиспользовать и здесь конечно вот в этот момент и раз отдал и раз встань и ну и пойди конечно в зонку на тут все сил нету так это 40 . практически вот вот опять смотри борьбу навязал да вот тут как как раз таки идеальный момент что ты понимаешь что тут защитник играет мяч хорошо то есть ты точно не не успеешь как до этого помнишь было можно забор побороться тут именно вынужден навязать борьбу чтобы он сыграл плохо вот это прям идеально раз и смотри дальше смотри сейчас внимательно смотрим только лишь на ноги насколько вот то есть как я понимаю что игрок готов я смотрю на ноги типа если они начинают газовариваются да значит можно давать смотрим на мотину ноги ну да активно то есть он вроде как открывается но всем своим видом как будто показывает смотри зонам я бы просто туда либо сильно бы дал ну вот вот прям именно сюда бы и если бы игрок был на ходу ты первым касанием раз себе накрывает ну и все и ты за спиной оставляешь вот этих всех защитников 5 все ну все у нас был блата по моему несколько раз у нас так проходил когда ему так сильно даешь и они типа на противоходе вот так встречается получается что они линию держат еще неудачная передача нахер сюда давать вот отдай ему туда и все но опять же активность вот мотину именно вот знаешь было одно время когда мурине учился пришел и когда вот этот дорогу взяли там вот это понабрали всех я такой смотрел и у них каждый эпизод то есть какой-то подход и ты чувствуешь это все но это почти гол ну какая-то знаешь вот это харизма драгбы тогда была такая что он просто ну блин задавливал все вокруг или анри чего делал да ну вот ты ему даешь какую-то передачу и да и дальше такое но не бывает такого что ножки тяжелые да 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 именно здесь вот именно в доигровках важно понять что здесь если вот эти не рисовать эпизоды но шансов никто не будет давать к сожалению и вот смотри сейчас еще раз эпизод так сейчас тут будет подача знаешь у меня еще вопрос я вот несколько раз смотрел смотри идет подача смотри где мульти стоит непонятная позиция это был штрафной голова да они что-то штрафной разыграли почему-то много народу что но смотри где мульти супер невыгодной позиции без разбега ну как были вообще цену нападающие это вот в центре просто дать как и данные хорошо прыгать и бороться должен быть в центре а ближнюю в чеком где-то может быть любой умел и дальнюю замкнуть тоже любой а вот именно основная движуха происходит конечно же в центре и тут надо врываться именно на 11 метров я тоже не понял да вот смотри где где был чувак вот да он пробил это тоже второй напад походу 9 вот но как бы хотелось чтобы мой это сделал смотри здесь сейчас обрезали там чувак лежит смотри он лежит смотри типа сайда него нету он не умеет и смотри что он делает не справедливо если вы так не фейерплей ну да момент ты не увидел просто смотри ну просто никто почему не видел не в бегающий нет это просто типа ты мог сюда дать в эту зону человек лежит офсайда нет ты мог сюда да нет ну мы даже сказать честно что и мотин не увидел чувака так бы он стоял рядом с ним бы спокойненько ну вот я бы так и сделал типа поднимаешь его и забиваешь приподнял и забил это было максимально в общем вот такие действия были в игре мотиной но замена скажем так если она не планировалось то она как будто бы напрашивалась уже к этому моменту да как будто бы потом выработал объем за объем все сделал у тебя батареечку нужно поменять кого-то более свежего да но опять же пугает момент объема он у него очень большой именно объем не с точки зрения атакующих действий а с точки зрения оборонительных действий то есть я не но это все зависит от установки тренерской конечно же от того как он использует до мочу но видно что моти не хватает физических сил на доигровки вот на эти решения вот этих эпизодов я почему не думаю что он не готов физически вот он и именно неграмотно распределяет силы энергию на эпизоды то есть где-то бежать в оборону можно естественно не на сто процентов даже какой-то момент просто закрывать зону опускаясь а вот именно моменты где ты потенциально можешь выйти там на ударную позицию или там на хорошее получение мяча там нужно на сто процентов отработать а у него как будто знаешь ну там тут 80 100 а там тоже 80 100 и вот как раз балансу для нападающего не идеальный в общем вот такой вот получился короткий как обычно мы разбираем очень коротко минут на 40 мы договорились видео вы прям максимально тезисно но при этом конечно же мы делаем скидку что мы сами прилили не поиграли 100 команды прилили не тренировали возможно это все чисто наше судьба личное рассуждение но тем не менее мы основываясь наверно в своем футбольном опыте и опыте тех с кем мы поиграли хорошо да в том числе и тех кто в моей команде где играл тоже были очень хорошие напыли я явил как они играют я понимал как им нужно отдавать даже передачи и вот как будто бы я я могу это увидеть в моте но он потенциально это может сделать но вот какой-то мне кажется момент именно психологии может быть неопытности он вот сильно минусуют его скил общем вот вот это вот прям золотые слова и хочется мать и помочь поэтому комментарии черканите положительный поддержите мать и обязательно ему нужна именно вера в то что он действительно а он действительно очень талантливый очень трудолюбивый чувак очень горящий и ему потому хочется помочь чтобы действительно мать и прям пошло да я считаю что если он один гол забьет один гол вот крылья появится все дальше вот у него пойдет все но вот это пока вот этот вот знаешь вот этом вроде вот 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 и вот один и все дальше должно быть хорошо в общем ребят я не знаю кого следующего пантеру разбирать но пускай пишут в комментарии но пантеру да вполне можно учитывая что он получает время регулярно может быть дождаться когда он получит ну там 10 минут чуть побольше чтобы там знаешь мне кажется у них такое должно быть тоже обижаешься и кубковые матчи когда же в общем ребята если хотите кстати у нас турик еще есть турик побольше играет он тоже играет поэтому если вам интересно и в целом а мы можем почему мы разбираем сейчас как бы медийных чуваков вот целом если вам интересен разбор и мы можем тоже это сделать я имею ввиду предпочтительно напишите в комментариях именно кто из русских людей вот я головина кстати так разбирал каких-то эпизодах в том числе интересно вот кого-то может быть молодого перспективного кто сейчас либо набирает либо там захаряна кстати интересно посмотреть городовому скоро получится вот прокопа было бы интересно разобрать если он сейчас выйдет где-нибудь игру какой-нибудь вообще топово тем более мы разбирали уже прокопа и было прям хорошо пишите комменты ставьте лайк в том числе спорте с нами дискутируйте в комментах вот что что было все справедливо ну а мы погнали что смотреть матчи мфл пожалуй минус давайте все всем пока пока